Девчонки, всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Таня Гринемчу. Мы сегодня будем делать макияж. Макияж будет один макияж глаз и несколько вариантов губ для того, чтобы можно было вам выбрать. Это интересный такой образ. Я его делала как-то в прямом эфире и вы его очень попросили сделать сюда на YouTube. Я поэтому подумала, почему бы и нет. Начинаем. Я начну с ухода и сегодня буду использовать увлажняющий тоник от марки Вепров. Это корейская марка и этот тоник уже стал моим любимым таким за последнее время. Вы его могли видеть у меня пост о нем в Instagram, естественно, я писала. Я им действительно пользуюсь. Он очень классно увлажняет лицо и он такой создает эффект как бы дышащей кожи. И могу сказать точно, что мне нравится его запах. Он обалденный. Ну и как вы понимаете, да, тоник это такая вещь, которая является переходной между там умывалкой и кремом или сывороткой. Сегодня нанесу сыворотку от Холика Холика. Называется Starter. Использую ее в качестве как бы базы под макияж. Это сыворотка с гиалуронгой. Она максимально быстро впитывается. Она увлажняет, она питает и подымает на уровень по влаге вашу кожу. Немножечко лопнула губа от мороза, который на улице, поэтому нанесу на губы сразу бальзам. Это будет у меня любименький Carmex. То есть у меня такая небольшая подготовка кожи. Этот макияж можно использовать, например, на 14 февраля. Этот макияж можно использовать на любую вечеринку. То есть вы выбираете уже сами для себя. Мне кажется, что он немного смелый, но в то же время очень романтичный. С морозкой помадой. Будем с ним выбирать. Итак, первое еще с чего я начну, это база сияющая под макияж от Becca. Наношу ее кисточкой от ZOEVA номер 105. Сразу мы видим эффект сияния. Дальше буду наносить тональное средство от Estee Lauder, называется Perfeccionist. Про него я вам уже рассказывала. И в инстаграм, и, по-моему, здесь тоже повторюсь. Это средство вообще в основном идет для, допустим, возрастной кожи или для кожи, у которой уже есть начальные такие мимические морщинки. Но также я его использую и для шелушащейся кожи. Прям вот такими легкими движениями этой же кистью наношу. Оно идеально скрывает все наши недостаточки. У него очень необычный тоже запах. И создает эффект такой бархатистой кожи, как вы видите. Советую. Дальше возьмем, давайте, консилер. Это будет тоже Estee Lauder BB Concealer в оттенке 2C. Тут, на самом деле, его можно наносить даже побольше. Вот у меня тут прыщик. Он такой полупрозрачный, он мне очень нравится. И я его сразу чуть-чуть перенесу на верхние века. Новенький, поэтому маски такие смешные получаются. Кисточкой подтушевываю, можно пальчиком подтушевывать, как вам удобно. Ну, на самом деле, я не переживаю. Всегда для того, чтобы убрать прыщичек, как бы, ну, от него акцент, я просто беру и перевожу акцент на губы, допустим, или глаза как-то делаю поярче. И тогда на него никто не обратит ваше внимание вообще. Мы подготовили ровный тон. И время переходить к румяшкам. Кстати, этот тон я не припудриваю, потому что у него есть такой припудренный, уже бархатный эффект. Я оставляю его вот таким, какой он есть. Румяшки возьму сегодня вот такие насыщенные. Это у меня оттенок 06 марка It's Skin Rush. Этой же кистью, видите, как все легко. Одна кисть на все времена. Я наношу, ну, прям совсем чуть-чуть, да? То есть нам нужно создать эффект свежести. Мягенько, но красивенько. И сразу же выделю мои скулы. Будет у меня скульптор от Sarmé. Я уже просто вот с него не слажу фактически. Она единственная палетка. Control Kit. Кисточка N-Beauty S2. Тоже моя любимая кисть. Уже, я не знаю, сколько месяцев я не могу поменять ее на какую-либо другую. Но именно по скулам. Ну, готово. Здесь у меня есть также хайлайтер. Набираю на кисточку от Manly 40. И себе создаю эффект сияющих скул. Вот так вот. Полосы у меня сегодня были накрученные, в лаке. Готово. Теперь давайте перейдем к бровкам. Бровки расчешу. Сразу видны дырочки, когда расчесываем слегка наверх. И туда добавлю карандашиком от Manly. Оттенок номер 102. Вот пробелы добавляю просто штрихообразными движениями, чтобы у меня получился эффект заполненной бровки. В основном у меня это лично идет на именно внешнем уголочке. На внутреннем прям вот совсем чуть-чуть. И не забывайте потом расчесывать, чтобы подтушевать. Ну и, конечно же, фиксировать гелем. На данный момент у меня тушь от Corme. Красота. Сразу видны различия у бровей. Ну что, мои брови тоже готовы. Есть только одна. Чуть-чуть. Вот так. И мы приступаем к глазам. На самом деле, глаза очень будут простые. Но зато какие эффектные. Я возьму вот такой пигмент от Holika Holika. Он в оттенке бронзовый. Пигмент можно наносить двумя способами. Можно мокрым. То есть, влажной кисточкой он будет смотреться, как влажная века. А можно пальчиком, как я сейчас. Как вы поняли, у меня там нету базы. У меня вот консилер. Я могу даже добавить еще чуть-чуть консилера. Чтобы была большая липкость такая. Ну и не более того. То есть, этот пигмент не требует того, чтобы я там наносила сейчас базу обязательно. И как-то пыталась его скрепить. Он будет достаточно хорошо держаться. Вот так он выглядит. Очень красивенький. И пальчиком в него слегка вот так вот окунаюсь. Но только сильно не давите, потому что он проваливается внутрь. Закидываю голову и начинаю втамповывать в глазки. Вот все подвижное веко мы просто наносим этим пигментом. И чтобы у нас смотрелся глаз более объемным, обязательно давайте подчеркнем складку века. Здесь можно выбрать любой коричневый оттенок, который у вас есть, более натуральный. Или даже, например, взять наш скульптор. Возьму кисточку от Manly номер 132. Скульптор, которым я себе выделяла скулы, я им проведу вот здесь, вот в уголок. Как бы вот в самой провальной части века. Это так называемая орбитальная косточка. И тогда получается, что у нас будет глаз смотреться более объемным таким. Такой получился эффект уже красивых достаточно глаз. Но на этом не все. Я возьму карандаш от Manly в оттенке Джеконда. Он коричневого цвета. И проработаю им, во-первых, слизистую прям хорошенечко. Видите, как сразу выделяется глазик. И обязательно подрисую как бы на внешнем уголочке тоненькую-тоненькую линию, которая будет ровно идти по ресничкам. Вот уже как красиво. Пигмент будет сиять, сверкать вообще разными цветами. И самое главное, что он очень легко наносится, держится целый день, никуда не осыпается. И смотрится просто вау. Ну, обращает очень многие внимание на него. Пришло время накрасить реснички. Вот и готово. Не пугайтесь, если коричневый карандаш со слизистой отпечатался на нижнюю слизистую. И немножко даже подтушевался на нижний век. Это смотрится на самом деле очень даже сексуально, когда макияж слегка уже немножечко как будто бы подопал. Ну, то есть у вас нету пятен на лице, у вас все ровненько, а глазки могут чуть-чуть подтушеваться на нижнем веке. То есть сейчас идеально вылизанный макияж, это не модно. Переходим к губам. И, пожалуй, сейчас начнем с самого простого способа, как можно сделать сюда красивые еще губы. Мне для этого понадобятся, ну, три продукта на самом деле. Но смотрится это очень нежно. Номер 104 карандаша Vivienne Sabo я делаю полностью обводку. Карандаш смотрится натурально, но видите, какой сразу у губ появляется объем. Затем я возьму вот такую штучку от Бека, это тинт в оттенке гуава. Набираю его на пальчик, буквально вот прям чуть-чуть. И растушевываю на губы. У меня получается очень натуральный такой оттенок губ, который смотрится сочно, сексуально. И последний этап, это у Clorans есть вот такой вот бальзамчик. Он на самом деле прозрачный, просто у меня уже слегка подсмешался с блесками. Я его наношу на середину. И получаются вот такие очень сочные, нежные и секси губы. Под такой макияж достаточно круто смотрятся. Да и вообще на каждый день такие губы будут смотреться классно. А вы будете выбирать, там сейчас будет еще два варианта. Так, губы я стерла, и мы приступаем ко второму варианту. И он очень тоже необычный. Я возьму помаду от Sephora номер 05. Это матовая помада. И нанесу ее сначала на губы полностью. Цвет у нее очень даже приятный. Такой слегка розовенький, похож на предыдущий, но поярче. Дальше я возьму с нашей румяна, набираю их на пальчик и втамповываю в эту помаду. И у них получился вот такой более ягодный цвет, но при этом неоднородный. То есть он по краям посветлее, посередине чуть потемнее. То есть можно даже отдельно просто румянами сделать, тоже будет красиво. Но вместе я уже пробовала и часто носила. Вы меня спрашиваете, что это за помада. Тоже очень-очень красивый вариант. И секси. 14 февраля точно ждет его. Пробуем третий вариант. Третий вариант вот такого необычного цвета в оттенке номер 41. Это как бы коричневатый тон. Сейчас наносим его. Итак, как вам третий вариант, скажите, пожалуйста. Потому что, ну, я склоняюсь к таким большим цветам. Либо вот еще что-то темнее. Мне очень нравится, как смотрятся насыщенные губы с нежными глазами. И я хочу сказать, что несмотря на то, что губы темные, все равно смотрится макияж очень нежно и романтично. Дальше давайте посмотрим еще один вариант. Не смогла удержаться. Четвертый. Помада номер 17. Я знаю, что она уже у вас у многих в копилке есть. Поэтому вы точно сможете попробовать что-то с ней. Наношу. Ну что, помада номер 17. Такого красно-какого-то кирпичного оттенка, которая создаст вам больше роковухи. Но при этом это не банальный красный цвет, а очень даже томный красный цвет. И сразу, видите, щеки как бы подупали, да? Хотя мы делали достаточно насыщенный румяна. Но глаза стали тоже яркие. Девчонки, я надеюсь, вам понравился такой макияж. Вы сможете его сделать очень легко на 14 февраля. Мне кажется, вообще тоже круто будет очень для тех, кто не очень любит нежно, хочет понасыщенней и поблестящей. Вот. Вы пишите в комментариях, какая вам понравилась больше помада. С этим макияжем первая, вторая, третья, четвертая. Пишите свои эмоции по поводу этого макияжа. Ставьте мне класс. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok